20-летний житель Ртищева перебрался в областной центр в поисках лучшей жизни и нашел. По объявлению в мессенджере стал подрабатывать курьером. Мошенники звонили пенсионерам, а он забирал деньги у пожилых людей. Те были готовы расстаться с накоплениями, лишь бы спасти родных, якобы совершивших ДТП, в которых пострадали люди. Если вы получили подобный звонок, прежде всего успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам. Позвонив в отдел полиции, можно узнать, действительно ли родственник находится в отделе полиции. Поинтересуйтесь именем и должностью собеседника, местом нахождения вашего родственника, на которого тот ссылается, и его личными данными. Как правило, этих нехитрых мер достаточно, чтобы мошенник утратил к вам интерес. Этими советами не воспользовались три саратовские пенсионерки и отдали посыльному более миллиона рублей. Вояж в Балакова и снова крупный куш, более 700 тысяч рублей. После второго адреса я поняла, что это незаконно, но продолжил эту деятельность в связи с тем, что очень остро жил в деньгах. Подозреваемый был задержан оперативниками управления уголовного розыска главка совместно с коллегами из территориальных управлений полиции. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Санкция статьи 159 Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Анатолий Чернов, Ольга Иванова, дежурная часть Саратов.